Многие пользователи, которые используют несколько мониторов, хотят установить разные изображения фоновые на разных мониторах. Хотя я за то, чтобы вообще не использовать фоновые изображения на рабочих столах, поскольку они отвлекают, я все же записал небольшое видео о том, как это настроить. Проблема в том, что в настройках Windows очень сложно найти эту функцию и, как правило, все настраивают вид рабочего стола через персонализацию. То есть правая кнопка мыши, персонализация и здесь просто выбирается какая-то фотография. Вы выбираете фотографию и она у вас появляется на всех рабочих столах, то есть на всех мониторах одновременно, что не очень удобно на самом деле. Поэтому я сейчас вам расскажу, как установить разные изображения на разных рабочих столах. В первую очередь я покажу самый простой способ. Вот я заготовил папочку My Images. Здесь у меня два фоновых изображения. Вот как раз изображение с разрешением 1366 на 768 пикселей. Я его заготовил для своего ноутбука, для монитора, который у ноутбука. И отдельное изображение с фотографией Нью-Йорка, где разрешение 1920 на 1080. Это изображение я планирую установить на рабочий стол дополнительного монитора. Чтобы эта папочка не мозолила глаза, я ее сейчас сохраню в определенное место, где она будет лежать и меня не беспокоить. Я зайду на диск D, у меня именно здесь хранится рабочий стол, просто положу эту папочку в корень этого диска. То есть папка будет находиться по адресу диск D, папочка My Images и там вот два изображения. Итак, если у нас, например, два монитора, мы заранее заготавливаем два изображения и можем их установить. Если три монитора, то три изображения. Как установить эти два изображения на два разных монитора? Выделяем оба изображения, нажимаем на них правой кнопкой мыши и выбираем пункт «Сделать фоновым изображением рабочего стола». Вот, как видите, у нас установилось два разных изображения, но изображение, которое было предназначено для рабочего стола ноутбука, у нас наоборот находится на другом рабочем столе. Но это легко поправимо, как я сейчас вам покажу. Вы просто нажимаете правой кнопкой мыши на рабочем столе и выбираете пункт «Следующее фоновое изображение рабочего стола». Вот, видите, у нас на рабочем столе здесь сменилось изображение, здесь нет. Еще раз, правая кнопка мыши, «Следующее фоновое изображение». И теперь у нас все как положено. Также многие спрашивают, где хранятся системные фоновые изображения в Windows. Я вам могу рассказать, где они хранятся в Windows 10. Они находятся на диске «С», в папке Windows, есть такая папка «Web», вот она. И здесь несколько папочек. Вот есть папка «4К», там хранятся обои Windows в фирменном стиле, десятки. Они здесь в различных разрешениях идут. То есть в зависимости от рабочего стола можно их использовать. Далее, в этой же папке «Web» есть папка «Screen». Здесь хранятся изображения для экрана блокировки. Когда вы устанавливаете только Windows 10, у вас вот это изображение, если я не ошибаюсь, по умолчанию. И здесь есть папка «Еще одна». И здесь есть еще одна папка, где вы тоже можете найти изображение в разном разрешении для рабочего стола. В общем, если вы хотите найти на компьютере изображения, которые по умолчанию используются для рабочего стола в качестве фоновых, вы их найдете вот по этому адресу. Диск «С», Windows, папка «Web». А сейчас обратите внимание на то, что изображение на моем рабочем столе сменилось. И давайте мы с вами заглянем в специальные настройки, которые отвечают за автоматическую смену изображения. Вообще, эти настройки вам в любом случае понадобятся, если вдруг у вас не отображаются разные изображения или они слишком быстро сменяются. Я вам в любом случае советую в эти настройки заглянуть. По идее, их можно найти через панель управления, но не все пункты там очевидны. Например, если мы зайдем в панель управления, перейдем в оформление и персонализацию, затем в персонализацию, то здесь мы не увидим вот следующего пункта, о котором я сейчас вам расскажу. Для того, чтобы сразу туда перейти, в этот пункт, вам нужно нажать сочетание клавиш Windows R, то есть зажимаете клавишу Windows и нажимаете английскую клавишу R и у вас открывается вот такое окошечко «Выполнить». Затем скопируйте строчку, которая находится прямо под этим видео, вставьте ее сюда и нажмите «Ок». И вот у вас откроется окно, которое называется «Фоновый рисунок рабочего стола». Обратите внимание, что если через панель сюда идти, то есть вот тоже панель управления, оформление и персонализация, персонализация, а далее «Фоновый рисунок рабочего стола». Как видите, здесь такого пункта не наблюдается, то есть сложно найти вручную. Поэтому проще всего скопировать строчку, которая под этим видео, нажать сочетание клавиш Windows R и затем пройти сюда сразу. Итак, вот наши два изображения, которые мы с вами установили. И как видите, здесь есть такой пункт в настройках «Сменять изображение каждые 30 минут». Можете поставить раз в день смену и тогда эти изображения будут меняться реже. Также здесь есть пункт «В случайном порядке» и опция при остановке смены изображений для экономии электроэнергии, когда компьютер работает не от сети. Также вы можете здесь выбрать папку определенную, в которой будут использоваться изображения. И снять, например, все вот эти отметки с изображений. Но давайте мы с вами рассмотрим главную функцию, как закрепить определенное изображение за определенным рабочим столом. Как мы с вами помним, вот это у нас рабочий стол номер один, который у нас на ноутбуке. А второй рабочий стол – это как раз внешний монитор. Поэтому я просто правой кнопкой мыши нажимаю вот на этом изображении, которое я хочу установить для ноутбука и выбираю «Задать для монитора 1». Как видите, сразу у меня сменилось изображение на рабочем столе. А на этом изображении я тоже нажимаю правую кнопку мыши и выбираю «Задать для монитора 2». Вот на этом все. Нажимаем «Сохранить изменения» и, как видите, у нас изображения закрепились. Вот таким несложным образом вы можете настроить внешний вид ваших рабочих столов на разных мониторах. Надеюсь, что вам это было полезно. На этом все. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok